ДИАНКА МОЯ Привет! Как твои дела? Соскучилась по тебе уже сильно? По поводу чемодана. Чемодан пока не нашли, но есть положительная динамика, есть хорошие новости. Сегодня, после того, как пост мой был опубликован, со мной связались с авиакомпанией, обещали взять ситуацию под контроль, и вот вечером раздался телефонный звонок, где сказали, что нашли чемодан, по описанию это мой, но пока боюсь радоваться, потому что пока я его не увижу собственными глазами, но дай бог. Отдыхаю с Мандезиром, с Марго, еще две девочки с нами, но вы их не знаете. Пока не выставишь пост, все игнорят. Но, к сожалению, видите, я убеждаюсь уже в который раз, что мы с вами, граждане нашей страны, прав не имеем вообще ни на что, абсолютно. Пока, да, пока вот я не сказала, что, значит, будем разбираться другим образом, никто даже не шевелился. Я объясняла, что вы мне съемку срываете. Да, кто мне будет? А? Ну, я сказала, что вроде как сказали, что он... Ну, малыш, я же не говорю, что его нашли. Я сказала, как есть, люди же переживают. Леночка, привет. Привет. Свадьба? У кого свадьба будет? Что за чемоданом? Надеюсь, что с ним все хорошо будет. Где Мандезир? Вот Мандезир. Покажи Мандезира. Только что показала Мандезира. Заядок у тебя умерла? А, это я уборщица убирала. Вот это, наверное, она. А, у нас когда свадьба? Ребят, ну, мы не говорим пока про свадьбу. В Абхазии не была. Багаж нашли твой? У меня пока багажа нет, но сказали, что вроде как он нашелся. Ну, я не знаю, ребят. Вот когда он прибудет сюда ко мне, когда я пойму, что это мои вещи, тогда я обязательно с вами поделюсь. Вы очень подходите друг к другу, спасибо. Что у Черкасова за пост про новых ведущих? Ну, шутят. Черкасов Андрюха всегда шутит. Нет, у нас не отель, мы и виллу сняли большую. Марго где-то ходит, я же в комнате сейчас. Бриллиантовая женщина. Да, бриллиантовая женщина. Вот такое колечко мне Мандезир подарил на день рождения. Красивая? Мамочка, потихонечку. Ну, конечно, расстроилась в связи с сложившейся ситуацией, потому что понимает... Я не могла маме не сказать, потому что мы созваниваемся, она слышит, что голос у меня расстроен. Говорит, что случилось? Мандезир говорит, не рассказывай. Ну, как я могу не рассказать? Вот. Вот, Марго. Марго, иди сюда. О, ты в трамву эфира? Да. Я только думала, сойди в трамву эфира, ты зашла. Вот, Марго. А чего у меня такой нет короны? Ну, не знаю. Наверное, и так... Я не королева? Не, наверное, и так понятно, что ты королева. А мне приходится корону. Так. Вот, и вообще мама расстроилась, если честно, из-за этого чемодана Бриллианного. Ну, все расстроились. Надеюсь, что завтра прибудет все-таки мой чемодан сюда. И будет у меня настроение хорошо. Нашелся. Но он на Колом улице, он нечаянно. Сколько стоит снять виллу? Ну, разные расценки, я не знаю. Районы разные. На букинге посмотрите. Может, ты одеваешься? Ну, вот сейчас это моя команда зира на мне. Сегодня какое-то платье купили, там, шлепки, ну, такое. Маргоха меня в свои наряды наряжает. Благо, у меня у подружки такой же размер, как у меня. Оп, оп, оп. Ну, прическа бомбовая. Ты очень разумная из всех ведущих. Ну, у нас все ведущие. Умные, разумные. Просто каждый... У каждого какие-то свои. Сейчас. Сильные стороны. Ой, как темно. Так, сейчас опройду куда-нибудь, где посветлей. Здесь Мандезиром классные, спасибо. Маргош, тебе привет. Мне тоже. Вам всем тоже привет. Господи, тут какой-то свет. Свет такой. А у нас где-то тут включается на террасе? Я не думаю, Маша, мне кажется, должен. Должен. Сколько стоит вилла в сутки? Я не могу ответить, потому что все... Ой, виллы имеют, блин, разную стоимость. Как я вам могу сказать? У нас большая вилла. Мы смотрели до этого поменьше. Она других денег стоила. Почему пишет, что Мандезир тебя ударил? Это правда? Ну, на заборе тоже написано. Ну, люди идиоты, понимаете? Многие им нечем заняться. Они пишут всякий бред. У них мозг воспаленный. И они всякую чушь пишут. Нет, конечно, это неправда. Вся лохматая, как черт и что. Ну, ладно, я же на отдыхе. Домой 8-го числа летим. Сережки, но редко ношу. Вот сейчас без них. Хотя у меня уши проколоты. Каждый раз на Сейшелу беру целый пакет бижутерии. И каждый раз привожу его обратно, не одевая никаких сережек. Тебе все идет спасибо. Мандезир в комнате, я в холл вышла. Как Бали лучше, чем Сейшелу? Ну, это абсолютно два разных курорта. Но если лететь отдыхать второй раз, выбирая между Сейшелом или Бали, я бы прилетела сюда. Сейшелу спокойный отдых, дороже и прилично дороже. Не настолько развита страна. Поэтому, наверное, плюсов больше на Бали, чем на Сейшелах. Самая классная. Моему сыну 7 лет, он вас просто обожает. Передавай привет. Не знаю, как сына зовут. Привет. Так хочется увидеть тебя вживую. Муж сказал, что ты самая красивая на Доме-2. А у вашего мужа хороший вкус. Спасибо большое. Как-нибудь увидимся, если вы живете в Москве. Марго, мы когда сможем встречаться? Я свободный парень. Не зря, Марго. Я свободный парень. Не зря, слышишь, Марго, взяли, хоть вещи пригодились. А вы шутники, оказывается. Юлек, ты очень хорошо ведешь эфир. Спасибо. У нас не путевка. Я не знаю, сколько стоит сюда путевка. Мы покупали билеты отдельно. Виллу снимали отдельно. Поэтому я не могу им сказать какую-то конкретную сумму. Да, мы будем участвовать в конкурсе «Свадьба на миллион». О, Серега, Марго, Серега наш пишет. А, Сереге, кстати, надо скинуть наши фотки. Ответ ты не выбирала. Я еще не выбирала, да. Серег, да. Марго мне скажет, что тебе нужно скинуть наши фотки. Сейчас все сделаем. Кольца Сергея давно сняла. У нас больше на 5 часов, чем в России. Питание не включено. Ну, нет, конечно, мы же просто виллу снимаем. Пусть одевает тебя авиакомпания. Ну, на самом деле, если по-хорошему, то, конечно, человек, который оказывается в подобной ситуации, как я, но это уже основа того, что отдых испорчен, то, что нет настроения, потому что мысли у тебя совершенно о других вещах. И, собственно говоря, с какой стати я должна здесь тратить деньги на купальники, на вещи, на обувь, если я лечу. Причем у меня, ребята, в чемодане практически все вещи новые, с бирками. Мы перед отлетом съездили, закупили с Мандизиром. И, ну, конечно, дополнительно тратить деньги, да, но абсолютно никому не надо. Я вот так вот представляю, летит человек отдыхать, прилетает, а чемодана нет. В чем ему ходить? В чем мать родила? И самое главное, что никому до тебя нет дела. Ну, как бы это же твоя головная боль, твои проблемы. Ну, разбирайтесь с ними сами. Да, у меня шелак. Не хочу в черный цвет перекрашиваться. Больше всего общаюсь с Кодони. Очень крутая пара. Классно будет, если вы свадьбу выиграете. Спасибо. На хрена ты ржешь, как ненормальная, вульгарно, да безобразие? А на хрена ты ненормальная, задаешь мне такие вопросы? Это что, твоего ума дело? Как хочу, так и ржу, ты за собой следи. Ну, окажется, так голос изменился. У меня шикарно дела, я на бале отдыхаю. А вы, ты там, ты и попроси. Это было гениально. Есть? А, видишь, можно участвовать? Статус готова поменять на участника? Нет, статус я менять не буду. У меня монбизир участник. Ксюша Бородина в свое время выиграла с Михаилом Терехиным дом. Потому что Миша был участником на тот момент, собственно говоря. Почему я не могу участвовать? Нет, просто мне приступать Макар. Маргоха тут уже разговаривает. Он приплата с вами на ней не сделает. Он прижал, он должен быть нечем. Он ничего не сделал, да? Сколько градусов, я не знаю. Да, ну, прям жарко сегодня было. С днем рождения, спасибо. А если вы играете миллион, то поженитесь? Ребят, миллион не дают. Миллион дают на свадьбу. Полностью ты там на этот миллион можешь оплатить ресторан или купить платье. Я не знаю, все что угодно. Ну, в руки ты их не получаешь. Поэтому не нужно думать, что люди участвуют в конкурсе ради того, чтобы потом поделить эти деньги. Нет. Налички ты в руках не держишь. Я бы расстроилась из-за вещей еще бы. Мне кажется, абсолютно любой человек, тем более девушка, если бы оказалась в моей ситуации, расстроилась бы. Почему не Доминикана? Ну, не знаю, захотели Бали. Вы красивая пара с Мандезиром, но, к сожалению, вы вместе не будете. Откуда такая уверенность? Пьяная. У вас какая-то навязчивая идея, у некоторых, я не понимаю. Раз через раз находятся такие особо умные люди, которые пишут, что я пьяная. Человек, который не пьет, он может быть пьяным. Мандезир? Мандезир! Мандезир! Не слышит. Глаза, как у волка, злые. Видно, ты злая. Да, убегайте лучше с моего прямого эфира, то я вас сейчас покусаю. Летели 12 часов прямой весь. На Бали первый раз, да. Маргонам не мешает абсолютно, а почему она будет мешать? Она с подружкой живет, они там сидим, в компании отдыхают, сами по себе. Дорого там отдыхать? Ну, у всех понятия растяжимые о том, что дорого и что недорого, я не знаю. Ну, на Сейшелах дороже. Марго, оплачивала ты поездку. Почему я должна кому-то оплачивать поездку? Это что, дети мои или что? Нет, конечно. 32 года мне не вспомнили. Люди судят по себе, если они отдыхают, они пьяные. Просто они, может, не знают, что можно отдыхать по-другому. Да, я с вами абсолютно согласна. Некоторые, знаете, приезжаешь куда-то на природу, и стоят женщины с детьми, в руках пиво держат, отвертку, всякие джентоники в баночках, всякое пойло говняное. Ну, кто там покруче, у кого денег побольше, они там винишко шампанское попивают. И вот у людей отдых. Дети бегают вокруг, а мамки из пива самостоят и хещут. Вот они и думают, потому что судят по себе, что если люди отдыхают, значит, обязательно бухают. Нет, милые, это далеко не так. Мандезир родом город... Сейчас вылетелось из Конго город. О, господи, забыла, как называется. Сегодня только он говорил сложное название. Мандезир колечко подарил. У вас было волшебство. О, боже, ну такие вопросы вы иногда задаете. Ну, ей-богу. Ты ему веришь? Верю. А вы ему не верите? Юля, ты супер, тебе певицей надо быть. Вот мы с Маргою песню записали. Давно я, конечно, не пела, но решили попробовать. Поедешь к нему в Конго. Да, как бы человек в России уже давно живет. Тупая мода у вас ведущих тему переделывать. Решила спросить, пьяная или нет. Почему сразу по себе людей судишь? Это не у нас у ведущих тупая тема, как вы говорите. А ты просто, ну, нужно думать, что ты спрашиваешь. Я 200 тысяч раз говорила, что я вообще не пью. И каждый раз находятся такие знатоки, которые говорят, что я пьяная. Причем тут ведущие или не ведущие. Я девушка, я человек. Вы задаете вопрос. Мне кажется, что он бестаптный, как минимум странный. И на этот вопрос я вам отвечаю. Вот и все. У нас жарко. С Мандезиром у нас все хорошо. Моей маме Мандезир очень нравится. Ты злая стала. Вы знаете, каждый раз мне пишут, что я злая, что я жесткая. Но сколько людей, столько и мнений. Я вам всем нравится не собираюсь. И целью этой моей никогда не являлась. Поэтому считайте меня злой. Ради бога. Образование у меня высшее. Я менеджер-управленница. Позови его. Кого я должна позвать? Мандезир купается. Лучше быть злой, как Юля, чем тупой, как Таня. Отпустим. Кто такая Таня? А кто такая Таня? Стало интересно. Мне нравится твой характер. У меня такой же. Классно. Котов люблю. Вообще люблю животных. Но больше люблю собак. Ну, потому что у меня с детства были собачули. Где вещи берешь? Слушайте, есть магазины. Где их брать? У меня Марго, подружка, прилетела с целым чемоданом вещей. Челку не хочу. У меня была челка. Это такая морока. Тем более, на Сейшелах потеешь. Лоб будет потеть. Челка будет непонятно в каком состоянии. Мне нужно каждый раз укладывать с этой морока. Ты мне так нравишься, как ребенок. Солнечная девушка. У меня лизер всегда говорит, что я как ребенок, что меня нельзя никуда отпускать. Потому что я такая Маша-растеряша. В какой-то свой мир ухожу. Ничего не вижу, что происходит. Никого не слышу в этот момент. Вот. Он тоже умиляется всегда и говорит, что ты такая маленькая у меня, такая малышка. Малышка. 32 года мне. Секундочку. Вы очень взрывные, но это очень мило. Ну да, мы такие горячие оба. Да нет, отпуск всего я неделя. Но я этому рада. 32 года. Нужно деток хер с этой работой. Ребят, что значит нужно? Как Бог даст, так детки и будут. Ну, во-первых, для меня очень важно. Может быть, для кого-то это и глупость несусловетная, но для меня очень важно. Быть в браке. Потому что я не понимаю, когда дети появляются просто, грубо говоря, у сожителей. Мне эта история не подходит. Ты выгляжешь на 24. Спасибо. Я у тебя всегда нравился Монбизир, но я могу сказать, как мужчина, я его не рассматривала, потому что у меня были отношения. Но меня всегда по-хорошему удивляла и восхищала его позиция. Он никогда не давал свою женщину в обиду. Да, там их внутренние разборки, но это их внутренние разборки. Я не вправе судить. Меня это не касалось. Но как он отстаивал своих там женщин в коллективе, я же знаю не только историю, которая в кадре происходит, а также закадриваю историю. Его верность, его преданность, как там пытались отправить его на свидание, когда он был в отношениях с третьими лицами. Он всегда был категорично непреклонен. Или если он ехал, то даже малейшего повода никакого не давал в нем и сомнится. Меня это подкупало. Я думала, ничего себе. Неужели такие мужчины еще бывают? Вот и все. Я уже хвасталась, что Дина подарила колечко. Колечко. Но это не предложение, а то сейчас начнете додумывать. Я влюбилась. Влю-би-ла-с. Написала Кучерова, что ты классная меня заблокировала. Не обращайте внимания. Бывает, что же поделать. Ой, ресницы делаю обычно. Ох, простите. Обычно ресницы делаю 2D. Но в этот раз моя Танюха мне решила сделать 3D. Слушайте, у меня нет дела до того, кто любит меня уже. Кто не любит, я не живу в прошлом. Я живу в настоящем здесь и сейчас. Так, кто там кого любит. Уши у меня проколоты. Да, даже в левом у меня две дырочки. Но сережки я не ношу. Вы самая красивая ведущая и настоящая. Спасибо большое. У нас все девочки очень красивые. Просто все разные. Ой, кто это вышел из душа? Спрашивали, где Мандезир? Вот, Мандезир. Ты любишь Мандезира? Да, Мандезир еще участник проекта. Мамочка потихонечку очень скучаю. Конечно, мне всегда не хватает. Но мы созваниваемся несколько раз в день. Рост у меня 164, а вес 49 или 48. Как долго Мандезир будет в роли участника? Не знаю. Поживем, увидим. Почему не носишь серьги? Да, как-то сложно ответить на этот вопрос. Почему не ношу? Не знаю. Я даже не задумывалась. Вот вы спросили, почему. В Москву приеду, наверное, нужно будет одеть. Нет, цвет волос менять не планирую. Мне очень нравится он. Хватит уже. Наменялось, что волосы испорчены теперь. Так классно глаз почесала. Ой, ребят, вы иногда такие вещи забавные пишите. Малыш, понимаешь, люди пишут, что я классно глаз почесала. Она не злая, умеет жестко ответить на глупый вопрос. Что-то не отвечаешь по поводу секса. Слушайте, ну у кого что болит? Если у вас забоченный, ну пойдите там, не знаю, займитесь сексом со своей женщиной. Пусть у вас запал пройдет. Зачем вы мне задаете вопрос, был у меня секс с Мандзиром или нет? Ребята, вы что, они в своем уме? Хочется ваших свиданий на Сейшелах. Ты куда собрался? Куда туда? А? Никуда. Мандзир 28. Юлица глаза и брови красивые, счастья. Спасибо. Колечко, колечко Мандзир. Подарил уже сто раз, я вам показывала. Но это не предложение, это просто подарок. Это сейчас раздербанит группы. Хочешь замуж? Ну именно замуж? Не хочу. Поэтому всем пока-пока буду держать вас в курсе дела по поводу своего чемодана. Надеюсь, завтра он прибудет к мамочке. Что такое?